всем привет здравствуйте здравствуйте всем привет здравствуйте 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 девочки здравствуйте здравствуйте на сегодня эфир немножко раньше чем обычно мы Мы сейчас пробуем разное время проведения эфиров для того, чтобы определить одно, которое будет удобно для всех. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер, привет, привет, добрый вечер, добрый день, доброе время суток, здравствуйте, привет, привет, Ирочка Мамедова, привет, добрый вечер. Да, что ж такое добрый вечер, ну, вообще, в принципе, уже так темновато, да, может, и вечер. Вот Саша пришел, Саша, мы в эфире, Саша с конфетами, всех привет, ночь, вот, девочек, ночь, нормально, да. Здравствуйте, итак, что я сегодня подготовила вам в эфире, я вчера рисовала целый день, давай, Яна, со мной Яна сегодня ведет эфир, сейчас я, оп, привет всем, тыч, да, Яна, нажми на кнопочку, о, все, 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 я в перчатках, не реагирует телефон. Итак, сейчас, секунду, я настроюсь, как смогла, так убрала на столе, что я подготовила. Здравствуйте, здравствуй, всем привет, девочки, здравствуйте, девочки, мальчики, если есть, мужчины, всем привет. Итак, подготовила вот такие варианты, не знаю, насколько у вас часто, но у нас очень часто, у мастеров просят нарисовать именно вот такие украшения, как корона, это самое популярное украшение, нажми, пожалуйста, на кнопочку. Ключики, это больше все-таки касается дня влюбленных, ну и, конечно, другие ювелирные изделия, которые отвечают профессии клиента. Так что, вот, я решила все вот это сделать в варианте маникюра. Саша, включи вот эту лампу, пожалуйста. Сейчас я подсвечу вам больше и покажу вам ближе. Ксюшек, привет, здравствуйте, девочки, всем привет. Сейчас мы, буквально пару минут, мы настроим все и сможем творить чудеса. Так, вот так и вот так. Вот, вот так покажу ближе. Я думаю, у всех, ну, Саш, аккуратно, у всех клиентов хоть раз просили нарисовать коронку. Вот, сделаем такие варианты. Сразу скажу, девочки, это не литье, это не фольга. Фольгой работать сегодня не будем. Кто не любит фольгу, здесь фольги нету. Так что, не переживайте. Ключики более ювелирные, такие, всякими завихрушками. И более такой спокойный, ключик современный, молодежный, без никаких там завихрений. Скрипичный ключик, сердечко. В общем, можно сделать любой вариант в этой технике. Мы планируем сделать такой трехчасовой курс, если кому-то надо будет сделать все с отработкой. Там, где будут готовые схемы украшений. И можно будет просто отрабатывать на курсе по схемах. Ну, либо потом после курса отрабатывать дома. Также можно делать ювелирные украшения другой тематики. Вот, я планирую сделать еще несколько вот таких брошечек. Но, мушка самая популярная. Ура, не люблю литье. Да, литье, кстати, это такая штука на удачу. Да, девочки, кто работает в этой технике, знает. Вроде бы все получается, все классно. Знаешь, как вот это все сделать. Но, бац, и лампа просушила не так, как планировали. И все, ничего не получилось. Здесь литья не будет. Здесь все будет намного проще. Намного удобнее для выполнения работы. Вот таких тонких линий. Делаю ближе. Эфир постараемся сохранить. Я надеюсь, что сохраним эфир. Я понимаю, что многие работают сейчас, потому что мы вышли не в то время, как всегда. Но я думаю, эфир сохраним. Все будет хорошо. Итак, что я сделала? Я сейчас пока перекрою. Я подготовила два белых фона. Это может быть либо белый лотос, либо белый альпийский снег. Краска гелевая не имеет значения. Также будут красиво выглядеть эти дизайны и на нюдовых, бежевых оттенках. На черном также можно выполнять. На черном, кто любит черные цвета в маникюре, также можно. В принципе, любой оттенок подбираете. Почему сделала на белом? Потому что изначально готовились дизайны для невест. Это все вышло чисто вот случайно. Ян, если есть там вопросы, почитай пока, а я перекрою топом. Конечно. Пишут, как красиво. Класс. Красота. Топ-таклс. Спасибо, спасибо. Спасибо, пишут. Да, работайте сейчас, пойдем. Да, я знаю, девочки, это рабочее время. Но зато вам будет сразу возможность вечером пересмотреть эфир в записи. Так что будет вам как сказка на ночь. Вот пишут, удачное время. Удачное время, вот видите. Будем пробовать сейчас разное время, чтобы определить какое-то более подходящее всем. Перекрываю топом без липкости. Любым топом без липкости перекрываем. И сушим. Сушим одну минутку. Дальше, девочки, будем бафить. Бафиком старым. Ну, это прям у меня очень старый. Можно немножко помоложе бафик использовать. Пилочку не используем. Пилочка сделает нам очень грубый запил. И немножко неудобно для этой техники. Будет лучше использовать бафик. Любой мягкий бафик. Я сейчас возьму еще бафик себе. Сейчас я... Падаю. Сейчас нормально. Почти прошла. Читай комментарии, если я пишу. Здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня же не слышно. Иду, иду, иду. У нас в школе немножко перестановка. Мы прям перепланируем все. И сейчас даже с Яной тяжело нам разойтись возле стола. Итак, бафик я взяла другой. Немножко поновее. Просушили топ, девочки. И бафим топ. Любой цвет перекрыли топом без липкости и бафим. Знаю, не очень приятно, когда я бафлю в эфире. Но немножко потерпим. Красивая работа. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Для этой техники мы будем использовать пигменты, девочки. Забегу наперед, расскажу. Мы будем использовать пигменты. Любые мелкие пигменты, которые вам нравятся в работе. Я, конечно, выбрала два самых таких популярных оттенка. Это золото и серебро. Можно их даже смешать вместе между собой. Трудяшка. Я? Я, да. Я такая, Людмила, да, да. Ты вообще трудяшка-трудяшка. Итак, бафим. И другой образец сразу. Готовим фон. Важно забафить очень хорошо, так как мы будем использовать мелкие пигменты. Пигменты могут попасть на топ. А знаете, если используем в работе топ-теклесс, он после просушки становится резиновый, сколько бы вы там его не сушили. Потому пигмент, конечно, вотрется в теклесс. Старайтесь максимально забафить полностью поверхность. На клиентах так же. А пигменты с чем будем смешивать? Ни с чем не будем смешивать пигмент. Пигмент будем использовать сразу с баночки. Сейчас вот под лампами не очень вижу. Блестит, не блестит? Не укачала вас там, пока я бафлю? Не, Ян? Нормально? Яна молодец. Главное, что Яна не укачала. Сейчас я вот так быстренько запахлю. Оп, чистенький. И вот этот перепроверю. Пигмент не смешиваем. Вопрос в том, во что мы будем втирать пигмент. Для рисунка я буду использовать эмпасту черную смолу. Нашу любимую черную эмпасту. Сушим 15-30 секунд и втираем пигмент. Все очень просто. Какие пигменты более приятные для этого дизайна? Это, конечно, бриллиант. 198 это серебро у нас идет. Ну, бриллиант, я бы даже сказала белое золото. Не могу сказать, что это чисто серебряный цвет. Это больше похоже на белое золото. То, что есть другие пигменты, да, они более серебряные. Более прям серые. Бриллиант наш похож больше на белое золото. И, конечно, другой пигмент ультра золото. Чисто золотой. Вот два пигмента. Можно их смешать между собой. Получается более спокойный оттенок. Вот такой, видите, среднее что-то. Но в любом случае самые-самые мелкие пигменты используют. Которые очень часто любят визажисты использовать в макияже, кстати. Высыпчатые тени. Так. Вы сохраните эфир? Да, я надеюсь, что сохраню. Я буду очень стараться сохранить. Но знаете, что не все, конечно, зависит от меня. Иногда аппаратура, интернет и так далее делают свою злую шутку. Так что я надеюсь, сохраню. Так. Обезжириваем. Обязательно после того, как забафили, обезжириваем. Привет, любименький. Приветик, Ксюшек, привет. Сейчас сделаю так, чтобы было видно. И чуть-чуть назад, чтобы я попадала тоже. Так. Сделаем корону, да? Выберем там любой вариант. Не обязательно повторять один в один. Здесь вариантов для идей масса, может быть. Прям вбиваем в интернете ювелирные украшения, либо кольцо, корона. И вам выбивается столько идей, девочки. Поверьте, прям не поленитесь. Сегодня посмотрите, насохореняйте себе. Можно в Пинтересте поискать. Тоже классные идеи. Итак, эмпаста черная смола. Блэк Тар. Блэк Тар. Выложите номера баночек. Номера баночек. Давайте вот так вот. Пигменты пускай будут открыты. Я сделаю вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно не бавить, а перекрыть матовым топом? Матовым топом. Попробуйте, девочки, перекрывать матовым топом. Но, честно вам скажу, по матовому топу мне не очень нравится рисовать. Если вам нормально, комфортно, пожалуйста, делайте с матовым топом. Но тоже вот таким топом, как топ без липкости, можно максимально тонко покрыть. Но в любом случае, каждый подбирает так, как ему комфортно. Удобно будет на матовом? Делайте на матовом. Так, я беру им пасточку на стекляшечку, чтобы было удобно рисовать. Если эмпаста вам немножко густовато для работы, здесь мы делаем все так же, как и в простой росписи. Можно немножко добавить топа без липкости. У нас это топ Текласс для работы используется. Можно капельку капнуть топа Текласс. Либо рисовать чистой эмпастой. Кисть использую линеарная 5 дробь 0. Темная синтетика. Для таких тонких промалевочек всяких. Ксюша написала, корона огонь. Точно для меня. Кстати, у меня сегодня клиентка была утром такая, очень прекрасного возраста, за 50. И она вот сразу попросила сделать вариант короны на ногтях. Так что это не только юные девушки выбирают такие дизайны. Рисуем. Сначала начинаем с самой нижней части нашей короны. Причем линию не старайтесь сделать тоненькой. Чем шире линия, тем более шикарной получится у нас корона. Единственное, я не рекомендую делать корону ровненько. Все-таки под уклончиком, под углом смотрится более приятно как-то. И визуально не расширяет немножко там большую пластину. Очень классно смотрится такой вариант дизайна на одном ноготочке. На большом я имею ввиду. Выравниваем сразу. Чем еще классная техника вот эта втирки пигментов, тонкие линии. Что даже если у вас где-то не очень хорошо получилось, не очень ровная линия. Девочки, вы можете поставить стразик. У нас же ювелирные украшения. Поставим стразик. Прикроем. Все. Не по удобству. Так, вроде выровняла более-менее. Так, дальше показываем самую часть, которая у нас на заднем плане. Тоненько. И вот я сознательно заканчиваю линию на нет. То ли у нас корона, то ли диадема. Татьяна, пожалуйста, в четверг эфир будет? Да, я надеюсь, что будет. В принципе, ничего не должно поменять наши планы. Я вот стараюсь как-то вывести сейчас единый график прямых эфиров. Единственное, я подумаю над временем эфира. Возможно, он тоже будет раньше. Не в 7 часов вечера, а немножко раньше. Так. Для того, чтобы нарисовать ровную симметричную часть верхнюю, мы делаем сначала, делим на две части. Делаем полосочку тоненькую. Классно то, что даже самая-самая тонкая полоска здесь все равно потом в конце будет золотой. Так что вот это вот плюс. Солнце, привет! Привет, Солнце! Кто это там? А, Жанна, привет! Так. И рисуем вензеля. Мало ли что, Яна, вдруг это к тебе пишет, знаешь. Надо переспрашивать. Вдруг какой-то ухажер зашел прямой эфир и пишет тебе, Солнце, привет! Понимаете, что если вы рисуете себе спокойно, в любимой позе, я думаю, у вас получится более аккуратно и тонко. Я здесь стараюсь максимально сделать все красиво, но в позе гнома не все так идеально. Так, делаем палочки маленькие. Жанна пишет, соскучилась по твоим эфирам. Спасибо, Жанночка. Я как-то сама даже соскучилась по своим эфирам. Все рисую черной эмпастой. Это у нас черная смола. Красивее, чем у вас, вряд ли получится. Ой, все, конечно, вам так кажется. Жанна написала, буду повторять и отправлю тебе. Отправляй, конечно, девочки, отправляйте, не стесняйтесь. Кто не хочет на рабочую страничку отправлять, потому что там Яна тоже присутствует вместе со мной, можете отправлять на мою личную страничку, Таня, ровную. Так. Смотришь на камеру, такое все большое. А здесь смотрю, не на камеру, такое прям маленькое. Опять на камеру посмотрю, такое большое. Ну все, здесь добавляем уже элементы, какие там считаем себе нужным, какие нам нравятся. Я вот сначала копировала с фотографией прям корону, а потом сама начала своей фантазировать, придумывать свои варианты, ювелирничать. Ставим точки. И немножко выравниваю саму нашу первую линию, низ нашей короны. Татьяна, какая ты умница, нет слов. Спасибо, Наталья, спасибо. Итак, сушим. Сколько сушим? От 15 до 30 секунд. Я сушу в своей лампе 30 секунд, но она у меня далеко не новая. Если лампа у вас новая, мощная, сушите 15 секунд. Так, это про гибридные лампы я сейчас сказала. Так, сделаем золотой. А еще один вариант сделаю в серебре. Для птирки мы используем аппликатор, такой, как для теней. Спасибо. Ты так это мило прочитала, Ян. Это у нас будет ультразолото. Эмпаста черная смола у нас использовалась. Просушили 30 секунд. Глотнули кофе и втираем. Аккуратненько аппликатором втираем полностью пигмент в наш дизайн. Вот вам идеальное литье без фольги. Как по мне, эта техника мне больше нравится, чем литью. Убираю вот таким интереснейшим способом все остатки пигмента. И вот вам чисто золотая корона. Обязательно немножко просушиваем в лампе. Ну, секунд 15, я думаю, достаточно будет. И закрепляем, как всегда, тоненько топом для слайдеров. И тонко там топ, теклос, топ любой, который вы любите. Рисуем сердечко. Блин, крутяк. Спасибо, Людмила. Спасибо. Спасибо, что оценили. Так, сделаем вот такое сердечко. Все-таки день влюбленных у нас скоро. Очень круто, пишут. Шикарно. Ой, спасибо. Волшебство, да, девочки? Вот что не сделаешь, лишь бы упростить себе работу и не использовать фольгу. Так, рисуем сердечко. С чего начинаю? Начинаю с самой толстой части. Вот с этой части, где у нас стразы будут. Всем очень так понравилось. Да, Ян? Да, очень божественно. Ой, ну все. Блин, красотей. Ой, спасибо. Все гениальное просто. Да, правда. Класс. Так, рисуем одну часть сердечка. Спрашивает, а топ не стягивает файет пигмент по цвету? Нет. Если берете топ-слайдер, аккуратненько наносите только на корону, а потом перекрываете топом, все отлично. И тоже, девочки, бывает такой момент. Я вот прям прочувствовала этот момент на себе. У некоторых топов очень жесткая сама кисть. И вы все сделали правильно, все просушили правильно. Но когда вы начинаете перекрывать топом, действительно, вы просто сцарапываете, продираете пигмент. Будьте осторожны, кисть должна быть в топом, мягкая. Если кисть немножко жестковатая, есть выход. Берете просто отдельную кисточку. Капнули топик на стекляшечку и покрыли отдельной кистью. Рисуешь на топ матовый? Нет, я забафила. Огонь. Спасибончик, как говорит наша Яна. Так, есть у нас форма сердечка. Причем классно, почему делать именно сердечко в виде кулона. Потому что оно пропорционально неровное. Есть одна часть побольше, другая часть поменьше. Кривоватая такая. Ювелир такой был. С такими ручками. У эмпаста же нет липкого слоя? Нет липкого. Она получается недосушенная? Да, эмпаста полная просушка, девочки, вы помните. 2 минуты. Если мы сушим эмпасту 15-30 секунд, она как бы недосушенная. И немножко оставляет на себе легкую липкость. Если вот даже эмпасту вы недосушили, обезжирили, она становится мутной. Не блестит. Вот мы именно на этом моменте и сыграли. Мы, получается, ее недосушиваем. И втираем самые-самые мелкие пигменты. Мне нравится то, что даже на самую тонюсенькую линию все равно втирается и классно смотрится. Так. Топы покажете? Да, покажу. Сейчас я поставлю на просушечку, все покажу. Смотрите, важно красиво сделать вот это плетение. Очень много делают ошибок именно вот в таких плетениях. Запомните, не делайте... Сейчас остановлюсь, нарисую. Не делайте вот эти кресты, перекрестки не рисуйте. У вас с одной точки должно выходить максимум 3 линии. То есть все перекрестки у нас либо Т-образные, да, либо там в виде вот такого треугольничка как бы. Не делаем перекрестки с четырьмя линиями. Рисуем сеточку. Прям выводим сеточку. Причем, если вот вы сделали дизайн, втерли пигмент и видите, что где-то вам немножко не хватает еще какой-то линии, бусинки, да. Вот я люблю точки ставить после просушки пигмента. Еще доставить кое-где точки. Вот здесь я так и буду делать. То, девочки, запросто можно поставили им пастой по пигменту, дорисовали им пастой по пигменту, без проблем. Все классно втирается потом. На черный тюльпан тоже можно? Черный тюльпан, рассказываю. Потому что пробовала разные материалы для того, чтобы выполнить такой. Черный тюльпан немножко придется разбавить топом без липкости. Сделать более слабую липкость. И просушить тогда его нужно будет не 30 секунд, а минуту хотя бы. Здесь же нам нужна не просто липкость материала. А материал должен быть как бы практически глянцевый, без липкости практически. Но все-таки должен брать на себя пигмент. Потому им пастой больше всего подходит. Зато если чуть скривить, Сергеечка получится все равно как будто так было задумано. Да, вот и я о том же. Идеальный вариант, если где-то там немножко бывают такие дни косоглазия у всех. Тяжелее рисовать дизайны, которые идут симметричные, должны быть ровные. Вот там если ключик брать, там тяжелее. На курс, девочки, я готовлю полноценные схемы. И на курсе можно будет все вот отрисовать по схемах. У каждого будет перед собой отдельный лист со схемами. Заберете его домой. Не сможете другие варианты отрисовать даже дома. Фух, есть! Слушай, так за 15-30 секунд. А на гель-лак можно втереть пигмент? Гель-лаком не очень удобно рисовать такие вот тонкие линии. На весь ноготь на гель-лак можно втереть пигмент. Но вот тонкие линии рисовать удобнее всего либо м-пастой. Но в крайнем случае это краска гелевая. Немножко разбавлена топом без липкости. Итак, первый топ. Это топ-слайдер. Топ, которым мы закрепляем пигменты, втирки, слайдеры. На этот топ мы выполняем элементы литья также. Сейчас я немножко больше возьму. Ну что за это? Маловато в Толе. Сейчас, сейчас. Яна, читай комментарий, видишь, у меня топа нет. Онлайн-курс можно получить? Онлайн-курс этот мы еще не записали, но я обязательно сделаю. Такой тоже. Окей, что пасты нет, а есть тюльпан. Ну вот если есть тюльпан, делайте все вот это с тюльпаном, что я сказала. Мешайте тюльпан с топом без липкости. Сушим. Мешайте тюльпан с топом без липкости, девочки. И рисуйте тюльпаном. Вот когда вы смешаете тюльпан с топом без липкости, у вас получится консистенция, очень похожая на гель-лак, немножко даже гуще гель-лака. Так, бриллиант. Для таких любителей холодных оттенков, для тех, кто носит серебро в украшениях, не золото, а серебро, используем бриллиант. Вот, смотрите, вот как прикольно получается. Сейчас вот так сделаю еще. Вот стараюсь так, чтобы подсветить хорошо. Вот, и чем мне больше нравится, чем литье, здесь прям все идеально закрывается пигментом. Дальше, девочки, здесь я проставлю еще точки. И прям точки уже ставлю по втертому пигменту. Кисть. На пересечении. Здесь точечку, здесь точечку, здесь. Спрашивает. Белый гель-лак, топ. Потом бафим? Да. Или без топа? Бафим, 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 девочки. Ну, либо можете нанести там, если у вас достаточно плотный пигментированный гель-лак, вы можете просто обезжирить и бафить. Но очень часто, как показала практика на курсах, девочки чересчур сильно давят на бафик и могут просто снять покрытие. Лучше перекрыть топом и забафить топ. А если эмпаста будет не черного цвета? Можно пробовать эмпасту другого цвета. Единственное, я бы не брала эмпасту шиммерную. Знаете, есть каштан, есть там эмпаста золото, серебро. Мне не очень нравится толщина линии. Если брать гранатовый сок, тоже будет хорошо. А на белую эмпасту получится такой эффект? Да, на белую тоже, думаю, получится без проблем на черном фоне. Просто будет немножко светлее, понимаете? Будет не такой прям золото-золото, немножко светлее. То, что подсвечивает все-таки эмпаста, нам немножко пигмент. Так, перекрыла топом теклос и сушим. Топ сушим 2 минутки. Пигмент цвет эмпасты перекрывает? Да, перекрывает. Это 198-я втирка? Это золотая втирка у нас была 199-я, а серебряная у нас была 198-я. Так, дотираем наши мелкие-мелкие точечки. Они такие получаются потом, как бубочки, такие отдельные прям элементы ювелирного украшения. Бусинки такие. Сейчас немножко дотру. И вот даже вчера делала, и так взяла не той стороной и немножко золота втерла. Смотрите, сейчас попробуем золота добавить. Также забираем излишки. Немножко просушиваем и перекрываем так же топом. Сначала топ-слайдер, потом топ без липкости. Ну и в конце у нас остается самый главный момент. Нам нужно прикрепить стразы. Стразы мы крепим на базу Макси. На густую скульптурную базу. Что за тема я пропустила? Тема у нас, девочки, литье без литья. Я пока покажу варианты, кто присоединился. Мы делаем вот такие дизайны. Это не литье, это втирка пигментом на тонкие линии. Если нужно сделать красивые тонкие линии серебром, либо золотом. Вот пересмотрите эфир, посмотрите, как все выполняется. Вот это, кстати, коронка. Мне очень нежная, очень красиво смотрится. Пропустила. А на что втирали? На М-пасту. На черную М-пасту. Краску гелевой без липкости. Вот. На М-пасту. Так, я перекрываю сердечко топом слайдер. Так же, как в предыдущем варианте. Написали, спасибо, это самая-самая красота. Лучшая со всего интернета. Ой, спасибо большое. Слышала я, она хвалит нас. Сушим. Волшебница. Это ты сейчас? А, я думала, это ты. Эфир сохраните. Да, я надеюсь, что сохраним. Итак, нас уже все перекрыто. Осталось сделать инкрустацию стразами. Стразы крепим еще раз, повторюсь, на базу Макси. На густую скульптурную базу. Так, у меня есть готовые стразики. Красные и серебряные. Серебряные где-то, Саша. Знаешь, вот там, с той стороны стола, я принесла серебряные стразики. Подальше, пожалуйста. Стразики, кстати, девочки, я еще раз тоже покажу, в прошлых эфирах показывала. Стразы я храню в коробочках под типс. Есть у нас типсы Эми. Вот. Я, когда использую типсы, я насыпаю стразы. Прям беру упаковку, высыпаю. Очень удобно потом работать. Ну, это чисто так вам советую, как для работы мастера. Танюшка, ты богиня? Спасибо. Фея? Спасибо. Ой, не могу определиться, то ли я фея, то ли я богиня. Парус. Сразу ставлю несколько точек, там, где будут у меня стразики. Привет. Сегодня раньше. Да, сегодня раньше. Это все Яна. Шучу. Мы пробуем просто разное время эфира. Смотрим, когда более удобно всем будет. Потому что у многих, когда раньше эфир был, у многих уже было поздно очень. Корона сердца тема. Да, у нас такая тема. Корона сердца. Боже, я уже забыла. Ювелирные украшения в технике работы с пигментами. Каждый раз темы называю по-другому. Здесь уже, девочки, ставите стразы размера того, которые подходят и клиенту, и вам. И немаловажно, которые есть у вас в наличии. Если клиент хочет стразы определенного размера, а у вас нет, значит, ставим то, что у вас есть. И бежим, покупаем стразы. Базу покажите. Да, сейчас все покажу. Стразико найду и покажу. Саша, я успеваю там еще? Нормально? Да. Хорошо. Корону для меня налепили. Так, корону у меня несколько штук, девочки, так что разберем, какая кому. Королева. Сейчас. Борьба со стразом идет за экраном. Вау, какая прелесть. Да что ж ты такое-то. Спасибо, девочки, сейчас я вот победю страза. А, есть. Это, знаете, называется как дело принципа. Уже другой страз не надо, уже надо именно тот, который не смогла взять. Таняский напишет. Огласите весь список, пожалуйста, Янь, о теме. О теме? Ну, это я просто называю ее по-разному. То так, то так назову. Тема та же. Тема Танюш та же, что и была в начале эфира. Ювелирные украшения при помощи втирки пигмента. Назовем так. А курс будет называться также Ювелирные украшения. Блин, я все пропустила. Корону нарисовали? Да. Нарисовали корону. Посмотрите потом. Я надеюсь, эфир сохраним. Очень легко рисуется. Сушим. Сушим минутку. Борьба со стразами. Да, борьба со стразами. Я говорю, сейчас я достану сердце. Сердце, сердце. Перекрываем сердце топом. Сердце также нарисовали и втерли пигмент. Выравниваем. И сушим. Яну, ты спишь. Хорошо. Так, можно еще по маленькому стразочку поставить. Красотища получилась. Да, вот спасибо. Видите, да, когда ставите стразы? Вроде красиво, когда просто втерли там все нужные нам декорации, то есть пигменты выбранного цвета. Вроде бы тоже красиво. Но вот когда стразы ставишь, тогда вот настоящее ювелирное украшение получается. Красота, я же говорю, ювелиром далеко до вас. Спасибо. Эфир сохраним, девочки. Да, сохраним эфир. Смотрите, дальше можно дополнить вот это все эмпастой ажурное серебро. Почему именно серебро? Видите, у меня во многих дизайнах этой техники присутствуют мелкие-мелкие серебряные точки. Вот, мелкие точки. Люблю бульонки заменять вот такими мелкими точками с эмпастой. Во-первых, надежно. Ничего никуда не отлетает, не девается. Где здесь? А, вот здесь еще прям мелкие точечки. Видите, вот мелкие точки. Это все эмпаста ажурное серебро. Если у кого нет в работе, прям рекомендую приобрести и делать вот такие красивые элементы. Так, берем эмпасточку. Танюшка, твоя фантазия не знает границ. Вот я даже могу не читать, я прям знаю, что это Таня. Так, ставим мелкие точки. Та же кисть у меня. Все вот этой одной кистью работаем. Черная синтетика, линеарная, опять дробь 0, черная синтетика. Ой, что это? Кто это? Это я не выключила звук. И вот здесь от стразиков прям тоже добавляем. Не забывайте, что стразы мы закрепляем дважды. Первый раз мы ставим на базу, просто стразы крепим, да? А второй раз мы перекрываем топом без липкости вокруг стразиков. Пишет, хотела такую корону на ногтях, но если вы предлагаете, диктуйте адрес. Сейчас поеду. Как в песне когда-то было, знаете, мой адрес ни доме, ни улице. Сушим две минутки. Наша корона готова. Мы просто просушиваем ее. Здесь в варианте сердечка, видите, стразы также разного размера идут. И голографика. Для серебра я взяла уже стразы другие, немножко голографические. У меня есть такие немножко с дымкой, не знаю, как они называются. Вот, красиво, да? Вот на стразы можно смотреть вечно. Прям нравится мне. Так, и маленькие, самые маленькие я возьму. Хамелеоны 0,2 размер или 2, как они правильно называются. Все, засыпала планшетку стразами. Чтобы покрасивейше было. Так, ставим сюда. И на кулончик. Саша, нормально успеваем все? Уже. 4 почему? Ну, примерно. Ну, плюс-минус, да, я? Или 4 прям? 4,5 может. Да, нормально. Как много в эфире принцесс без корон. Говорите прям. Вот все, делайте себе сейчас новый маникюр и клеите корону, дабы подтвердить свой титул. Так, сушим. Сердечко попроще, да, чем корону делать? Не все могут носить корону, видишь, сердечко попроще. Так, дальше топом без липкости, топ теклас, закрепляем стразы. Обводим вокруг стразиков. Перекрываем липкость базы. Вы знаете, мы не можем просто сейчас обезжирить базу. Ну, вообще технически мы можем обезжирить базу. Но база не имеет свойства блестеть после обезжиривания. И если мы не перекроем липкость базы топом без липкости, у нас получится такая мутная тень возле страза. Так что топом без липкости. Таня пишет. Чего же принцессы? Круевны? Да, королевны. Сушим. Какая у вас лампа? Сколько ватт? Лампа у меня Эми. Сколько, Саша, на ватт? 30 ватт. 30 ватт. Гибридная. LED CCFL у меня еще. Очень важно при выборе ламп не на ваты главное внимание обращать, для на качество лампочек, кстати, девочки. То, что наша лампа Эми 30 ватт, сушит намного быстрее, чем лампы 48 ватт. Так, вот. Сушим также 2 минутки. Просушиваем. Я пока подразню вас в камеру, пока сушится. Все, я подразню вас образцами. Вот, смотрите. Очень, кстати, красиво, деликатно, ненавязчиво смотрится вот такое сердечко. Это прям с кулончика чисто срисовано. В золоте и серебряные камушки. Очень часто такие кулончики есть у клиентов. Можно предложить сразу приготовить и предложить. Очень красивый скрипичный ключ. Помните, можно дорисовать разные вообще, разные украшения под разную профессию клиента. Например, мне почему-то сегодня пришел вот такой вариант зуба для стоматологов. Ну, а что, очень красиво смотрится. Можно сделать нотки к скрипичному ключику. Ну, то есть продумать вообще, в какой сфере работает клиентка и сделать такой же кулончик на ноготочек. Это даже будет более приятно для клиента, чем просто там корона. Так сказала, да, просто там корона. Ну, просто корона. Да, вот такие вам идейки к дню влюбленных. А как определить качество лампочек в лампе? Да никак, девочки, не определите. Мы никак не определим. Может, мужчины могут определить. Мы, конечно, нет. Саш, можно как-то определить качество лампочек в лампе? Ну, вы понимаете, если очень дешево, то там сомнительно будет. Вот наших два варианта, которые мы сегодня сделали. Сейчас ближе покажу. Вот. Пишут. А если гинеколог придет? Ну, тогда, девочки, ваша фантазия не имеет предела. Тогда рисуйте просто слово ловы, либо секос, и все. Вот. Так, переключишь на меня, Саша? Либо просто покажешь. Девочки, на сегодня у нас все по нашему эфиру. Не видно? Да, ну ты. Нет. А, я большая? Да. Уже маленькая. На сегодня у нас все. Я вам очень благодарна за то, что вы сегодня участвовали в нашем прямом эфире. Я надеюсь, вам наши варианты понравились. И буду видеть ваши работы с отметкой наших страниц у себя в Инстаграм в аккаунте. Также смотрите наши мастер-классы на канале YouTube Эми Робна. Под каждым мастер-классом на канале YouTube есть ссылки на онлайн-курсы. И совсем скоро мы наконец-то откроем нашу онлайн-школу Татьяны Панащук. Так что следите за новостями и до четверга. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok